Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь команды Сил Тьмы запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Очередь команды Сил Света запрещать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. ЗУС! Очередь команды Сил Света выбирать героя. Осталось 5 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приготовьтесь к битве Спасибо, Лен Спасибо всем аналитикам нашим Мы возвращаемся в прямой эфир Будем смотреть дальше с вами матч Вторая карта Ну и какие твои предположения? Я вообще Мне кажется, элементы настолько жестко подготовились Что они сделали то, к чему никто не был готов Они пикнули Эмбер Спирита или Дану Того самого Но на самом деле к нему много было вопросов В свое время еще в ВП Что мол Почему ты не тренируешь Эмбер Спирита? Царь ненастоящий Мол, Кэрри ты ненастоящий На Эмбер Спирите не играешь Но после этого я слышал, что Элидан После того, как ему такая претензия была Он сыграл там какое-то огромное количество Ну посмотрим сейчас На самом деле вот эта жесткая микро Это его стихия Посмотрим, насколько хорошо он тренировал Эмбер Спирита Насколько он понял этого героя и ощутил Потому что раньше мы его на Эмбер Спирите не видели Для меня это вообще лично первый раз Когда он на Эмбере катает Посмотрим, как у него получится Итак, Скрин будет играть у нас на суппорт с Алиенсир Элидан будет фармящим Эмбер Спиритом Йоку взял себе Тускара Но флагенский по всему будет Генерал в миде на Дест Профит Ну и суппорт будет Кингер на Веспе Ну, ЛЦ, Боббинает на Леоне Солон на Винген Бивер на Дазли Елопе на Гирокоптере Вторую игру подряд Ну и Кевка на Бестмастере Я услышал Леона Леона? Пожалуйста Леона Кажется, Леон В Доте Ну, Леон сегодня Где-то сегодня в Китае был Леон Точно, я помню Когда мы завтракали Но здесь пока что у нас в Европе нету Там вот в параллельном матче Если вы жаждете земляного Спирита Он там уже одну игру выиграл И, видимо, будет сейчас пытаться выиграть вторую Команда, кто что готовил Кто готовил пуши Кто готовил каких-то Спиритов Вот этих вот неадекватных Все пытаются продемонстрировать Это вообще-то красиво Код даже получается И самое забавное Что мета такая Что почти все работает Ну вот если хорошо исполнить Исполнить, нормально пикнуть Работает и Зевс И Эмберс Ну да, и Эмберспирит И Эрспирит В общем, работает много Стратегий в этой доте Но лучше всего работает пуш По-прежнему Пуш номер один Только я хотел сказать о том Что наконец-то Я увидел Когда команда Полноценную Жесткую Трипло Отправляет в хард Доминирует И убивает Как тот же Эмберспирит Делает ТП на топ Что помогает Своему бисмастеру В итоге У нас образовали Такие дабл-линии Ну и в общем-то В мету Здесь тоже табла Только табловой элемент С про гейминг Севс один стоит Ну правильно все делает Винга Здесь от того Что будет Винга С даззлом гонять Тусика Или тусик гонять Или даззл гонять Тусика Сильно не изменится Расстановка сил Разве что Просто получится Что они слишком Мало экспы забирают А в данной ситуации Герокоптеру Так же никто не мешает Фармить Но при этом Винга еще и Помогает сверху И даззл тоже Больше экспириенса имеет Тусик как бы Все равно Свое бы забрал С этой линии Все все Что-то имеют Да Кто-то что-то Зарабатывает Ну ладно В общем-то Пока без ФБ У нас обходится Довольно серьезно Отстает Кстати говоря Зевс Обратите внимание Один крип Помогу его за две минуты Это очень мало С учетом того Что Деспрофит Десять на семь Между прочим Что это Совсем жестко Да Как же так Получилось Он даже С молнией не успел Он не может подойти Он просто не может подойти Он боится Потому что Его сейчас будут так вот убивать Посмотри что творят Слышишь твое? Оооо Загенералил его С сифоном Генерал Играй Хорошо Но вовремя Очень бивер здесь оказался Очень вовремя Очень тайминг Вот там смещался Слушай Какая сильная комбинация Деспрофит С этим сифоном Макшеном Против Вообще Кого угодно Она просто бежит И высасывает И высасывает из себя ХП И ничего не сделает А виск тебя ускоряет Ты очень быстрый Да Ты не убежишь от них А Деспрофит с сапогом А Зевс без сапога Как бы Сажется по Мувспиду Она чувствуется Да там Да Зевс просто Еле передвигается В принципе Проблемы Проблемы Зевса На этой линии Фарм не достается Непонятно Как фармить Вообще дальше На сапоги себе Какие-то Ботл у него Уже пустой Нужно как-то руны Отжимать Ну пока вот Азл к нему подошел Еще более-менее Без Азла был совсем Да Ну вот он скачал Вторую молнию Хоть что-то Начал добивать Потому что с первой молнии Даже крипов тяжело подбивать Она так мало дэмэджа наносит Но вот со второй уже Получше Но все равно Он добил Четырех крипов Банша добила Семнадцать И еще и девять своих Это пока что Полный разрыв Медлиней Уже вторую игру подряд Кстати говоря Только в этот раз Еще более жестко И без абузов всяких Без абузов Абузов теперь нет И страдают Если не считать Виспас большой абузы Вообще да Но при этом Надо понимать Что эмберспирит С этих крипов Натопит не досчитывается Ибо стоит на харде И снизу страдает Йоку Тоже у него один крип Один криповочек В то время как герокоптер Уже двадцать Три на одиннадцать Конечно Джелл и перед Кидает Герокоптер тут просто один Наймите опять Опять пивер Как он спасает НТП пришел Шалугрейп Сразу же подкил Все это дал в Зевса И Зевс опять же Только чудом Чудом под названием Дазл Она выживает И говорит Спасибо тебе друг Тай мне хилку Это уже второе ТП И опять же Зевсу это сильно не помогает Он все равно На линии ничего не делает Нужно на мой взгляд Уже подумать о том Чтобы Дазлу Чуть ли здесь не поселиться Все равно снизу Герокоптеру Лучше не сделает он И герокоптер и так Максимально круто стоит Может быть разве что Наверх прийти Но в любом случае Дазлу снизу Оставаться вариантов Нет никаких Так он поэтому Там и не стоит Поэтому он в миде На нижней линии Йоку Ой как он отгородился Просто фантастика Йоку здесь Все сделал идеально Хотя казалось бы Герокоптер его идет Уже забирать Но герокоптер тут Еще разок захочет По любому Ну да На сапог наформил себе Йоку На самом деле непонятно Потому что без хп Без мп На итоге остался Таким разменом И вынужден просто пешком Уходить на базу Герокоптер здесь по прежнему Будет его вбить Кстати говоря Вот Йоку ту карту Провел на самом деле Не самым лучшим образом Хоть команда выиграла Но мы помним его Фит на линии Закончил там Что-то с счетом 1-7 Что-то такое С кучей ассистов Но отдаваться Ни в коем случае Нельзя тем более Против соло герокоптера Благо здесь все-таки Выжил Могло быть ужасно Но все ок Без мастер У нас все время Крипстат имеет 20 на 7 Мембер 14 на 6 Уже пошли Вот эти неприятные Курсы от скрина Закидывает Ничего с этим не поделать Ну они Слишком слабо Дамажат Как-то на первом левеле Поэтому он даже Особо их не чувствует Просто стоит И добивает крипов Эмбер тоже Почувствовал себя Более уверенно Но здесь просто Линия на которой Все фармят И исключительно С крипами берутся Хотя вот сейчас Винга обходит Правда здесь Йоку очень здорово Подключился Как же вовремя Йоку оказался На этой линии Убивают одного И сейчас еще Сберут второго Винга Не Ой Что-то Надо поплыть Вряд Точно не получилось бы И Саленсер Сразу интеллект Прибавляется Здорово С двух фрагов Вот в это У Йоку На самом деле Его отличительная черта Была еще в Империи Он очень часто Подключался На мид Или куда-то На топ И как сейчас Он вовремя пришел Ну Логичное решение Абсолютно Ты снизу Вообще ничего не делаешь Ты просто стоишь И даже экспы Иногда не получаешь Потому что страшно Гирокоптер тебя забрать может Ну приди на другую линию Помоги Приходит и помогает Просто в этот раз Еще и сложилось Так обстоятельство Что слишком круто Сейчас еще и на миде Может выйти Где все Ну вот и сами нападали Поэтому собственно И отдались Что же далеко зашли Мид ТП Снова Даззл Даззл на помощь Своему Зевс Потому что Зевс Может вновь погибнуть Зевса кстати Крип побольше Стало наконец Левел четвертый Есть хейст Ботли Неплохо Но сокращать дистанцию Дестпрофит Он явно не хочет Его страшно Тем более опять же Йоку на исходной позиции Готов рваться Висп уже подоспел Прям на максимальном РНЖ Должно стоять Бобби Найт РНЖ Снизу нападение Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Как же больно Гирокоптеру Гирокоптер за счет Фейрифайра Отхиливается Но Да он там что-то еще Кастовал во время того Как на него Сайлансер первую накинул Поэтому слишком сильно Проседал Зевс находит Тусика Тусик Закрывает Зевса Ох Как он его закрыл Неприятно Ой-ёй Надо бежать Куда ж ты Куда ж ты Боже Бобби Найт Ну ты не мог по лесам пойти Что ли Бобби Найт Бобби Найт И умрет Все На Рошане Надо отдаться Успеть Не успел Бобби Найт Что он сделал Бобби Найт Это был самый быстрый Но самый короткий забег Убежать в чужой лес Развернуться И в эту же стенку Просто встрять Встать Ну ладно Не хочу это сравнения По новой ворот Слышал Я так же стоял Новые ворота смотрел Ну в общем Да, это было очень забавно Получилось нелепо Очень Третий фраг Элемент с про гейминг И опять-таки Саленсером Осплюсь Я не добежал Зарошан Я только об одном жалею Сейчас мы посмотрим Выход на Эллидана Но Эллидан Здесь на чеку Флеймгард Слышает потрубить И начинает сжечь Очень больно Жжет гирокоптера Гирокоптер в итоге Начинает убегать Вместе с Эллиданом Все убегают Никто не хочет драться Переоценили себя Элемент с про гейминг Прям под все Что можно Зашел Эллидан Думал, что Вискова захилит А нет Хила намного не хватает Флеймгард Перестал еще дамажить Потому что Как раз-таки сбился И естественно Да В общем Зевсу нужно было Перед смертью Еще Аркану завязать Не Аркану А этот На смешку Чтобы как Марио Прыгнуть Да И умереть Это было бы Реально эффектно Да Хороший выход Угаляются на нижнюю линию Но гирокоптер Сейчас отсюда уйдет И Эллидану достанется Фарм В любом случае Кстати говоря Эллидан не купил себе Ничего там Никаких травелов Нет у него Но было бы Слишком рано Да И слишком жирно На такой линии На которой он ничего не получал Еще и травела вынести Но вот золота у него мало Конечно Крипстат у него Четвертый Только сверху Не то что нужно Поэтому и линиями сапнули Судя по всему Остается снизу Эмберспирит Но кто сказал Что снизу будет проще Там триплата Самая Организовалась И один неловкий выход Куда-то или да На О-Тавр Все Сразу же смерть Кроп Ну-ка Он пока держится Под своим тавром Более-менее Еще тускар На севе Конечно стоит Лов 6-й бы нужен Йовку Негде пока получить его И стягивается сюда Генерал У которого есть Руна Руна Дабл Дэмэдж Левел 7 Вроде бы есть еще Экзорцизм Можно попытаться Даже подпушить Для этого еще Нужен Висп Да и Висп Ну а Висп Где-то в дедике Наказывалась На Герыча Успеет ли подкил Дайд Дазл дает Сему Грейв Очень долго Ну а теперь Нужно ТП-аут А Джелопи здесь уйдет И остальные Вроде как Тоже будут сматываться Еще ТП-шка от Бивера И собственно Веджи по Успери Тоже отошла Ну да Ну все В итоге разбился Об один Грейв Всего-навсего Ну хотя бы линию Эту пачку В итоге генерал Вообще ничего не успел Сделать И получился Очень неудачный выход Ну все что сделали Прогнали По идее сейчас Гирокоптер все-таки Наверх должен уходить Но нет Он опять идет На низ 10 минут уже 10 минут И по-прежнему Они давят Эмбер Спирита Но на самом деле С другой стороны А что ему уходить Наверх Да ему там будет Побезопаснее Казалось бы Но когда его Прикрывают два саппорта Бесту ничего Наверху не угрожает Он может еще Здесь находиться Его вот именно Что должны прогнать Элемент Нельзя Чтобы Эмбер Спирит Мог стоять Но как это сделать Непонятно Да они попытались Не вышло Но ушли на тпшках И опять-таки Вернулись После того Похильность Этим временем Генерал Находит у нас Находит Находит Безмастера В мид пошел Зевс Ну наконец-таки Им остается фарм И сарканы Ботал У нас не из давления Опять же Есть ремнант Оставленный Елидан Но тавр-то падает И пробовать еще раз На выживаемость ЛЦ Не хотят уже Элемент Про-гейминг Но им просто попаялся Но Сноубл пошел Сноубл уже правда потеряли Считается Голдаут Стоит тебя Беги Йоку Просто беги Никто не когда Есть глобал И вот глобал Покадет Шелло Грейва Надо убивать Джеллопи И удается это сделать Хорош Используя глобал Сайленс Выигрывают Здесь мини-замес Еще можно Путаться Не спасить гивера Синга Откидывается Вейвом И идет до конца Йоку Долволрос панч Чейны Шелло Грейв Бестмастер уже приходит Через ТП Нужно убивать Йоку Праймал Рор Разлетает Виспан На крыло Убило И надо делать ТП Ну слушай Подходит Банша Сразу же Спирит Сифон В двух героев Одного прерывается Второго прерывается Йоку разрывают Еще раз Сифонят Но кабаны Замедляют Я чувствую Здесь очень тяжко будет Приходит Иллидан Там генерал не отпускают И остается один Только Иллидан Который тоже Более абсолютно не воин В этом Что-то так все Получилось Ну вроде казалось бы В той ситуации Когда Иллидан уже ушел Потеряли одного Беспа Все равно зашли Почему-то вдвоем Заспы Ничего не получилось Там сделать Немножко Нафидонили Ну не было Многих спилов Вот ульт Баншит Ульт сейчас откатил Все-таки Нельзя было идти Судя по всему Нужно было довольствоваться Одним гирокоптером Конечно Гобл уже потратили Только ради того Чтобы убить гирокоптера Убили Отойти Ну что дальше пошли Немножко нафидели И в итоге счет сравнивается 4-4 становится Хотя не так много фрагов Сделано за эти 12 минут Но тем не менее ЛЦ мы видим впереди Впереди на 3000 голды Скоро будет 3000 голды По экспириенсу Видим тоже 3000 Небольшой такой на перевес Плюс кусь и монетам Вокраски забрали Нижняя линия сейчас подсушена С одной стороны Это плюс для элементов Кто будет оставаться там фармить С другой стороны Все-таки Итого тоже нельзя У нас Семер спирит Ну вот Так вилку все Еле-еле насобирал Конечно Неважно дела И тут у Литанова Плохо я бы даже сказал Силы тьмы укрепили свои сооружения Пока его Эмбер спирит не впечатляет Ну тяжелая игровая ситуация Здесь конечно с линией Что было плохо у него Центральные линии Атакуют Но С другой стороны Не такая уж и плохая линия была Они два в два стояли И могли нормально Постоять Но у него прям Супер ужасно Он и Зевсу уже проигрывает И скоро и Тусику И Виспу будет проигрывать Такими темпами Нету ни Артов пока что Ни на драку Ни на сплиткуш Но и видимо Это уже будут арты Все-таки на сплиткуш Потому что в драку Уже поздно Собираться Все знает Ту знает Сейчас возьмутся какие-то барабаны Но это будет полным Мне кажется при этом Потому что Поздновато Он уже будет Не особо актуален А дальше он еще будет Менее актуален А если он возьмет Тривел АТО Когда-нибудь Сможет нагнать Винга свапает Ваньшу А глобала нет Или нет глобал Глобал есть Как спасать Да Висп пытался улететь И он улетел Но улетел один Чего же глобал-то не дали После свапа По-моему Мягчайший сейф вообще Йок Тем временем Врезается в бестмастера Но Висп мастер здесь Вот бивает Да Зевс забирает килл В этот момент Винга еще Настует виспа В общем Все разваливается У элементов Просто В кашу Я Силы света Укрепили свои сооружения Твоя команда Нападает Свапают Твоего мидера А глобал Ты топ-аут Прожмет твой тиммейт Он идет Доживет Все будет хорошо Да Ну там на самом деле Больше к виспу вопросов Потому что Висп должен был успевать Гораздо быстрее Висп в итоге Долго не увозил Сейчас в таком минусе Оказывается элемент Спаргейн Потому что они отдали Три фрага И два тавора И все это за короткие Там пару минут Они вообще По-моему не совсем Понимают Что им сейчас делать В такой ситуации Как-то стратегия Драться всем в пятером Вообще не работает Когда у тебя Эмбер спирит Вот такой вот И вообще Когда ты так много Проигрываешь Еще и виспы Нету ни одного героя Который был бы Более-менее плотным Есть баньша Но она плотная Только за счет Барабана ФПТ И то это все Относительно Там одна венга Плотнее Этой баньши По-моему будет Несмотря на то Что у нее только Накидки Она на саппорт позиции Да и Ну как бы Всегда мы привыкли Видеть того Что появляется висп на фп Да и значит Ему какая-то жесткая Комбинация должна быть Какой-то герой Который с ним будет Хорошо бегать Да то есть Либо Тинни Либо ЦК Либо легион команды Кто угодно А тут Эмбер Ну вообще как-то Не вписывается И ребята не могут Сейчас под релокейтами Залетать ганги делать Инициировать тоже Некому практически Скорее он с Баньшой В комбинации Вряд ли с Эмбером Это вообще Ну ничего не дает Так а с Баньшой Ну с Баньшой Он хотя бы Перекачивает в нее ХП И ускоряет ее Просто Эмберу Особо не нужно Перекачивать ХП И ускорять его То понятно Но конкретно Вот той самой Дабл линии Который бы ходил Убивал и нет Ты не сможешь Дес профит Полететь на него Дейти кому-то За сравнение Комбинации с Тинни И комбинации с ЦК Конечно Это совсем не то Да или с тем же Герокоптером Или Джиггернаутом Или вообще Кем угодно Все-таки О, Тарашана забрали На третий Кормух он уже есть Все быстро делается Тем более Что и Иннербист Вкачан уже на 4 И четвертый Террор Также у Винги Ну что Тяжелая ситуация У элементов Про гейминг Нужно собраться Вот сейчас Эмберспирит Нафармит себе Травела Вот уже скоро И игра закончится Сразу Пару минут После того Купить Травела Никто не станет Ждать Когда Эмберспирит Нафармит себе Что-то еще После Травелбутс То есть Сейчас будут Просто ребята Из ЛЦ Идти Пушить Тир 2 А потом Будут заходить На хайграунд И Эмберспирит Нужны такие Айтемы Которые позволят Ему хоть как-то Помогать Своей команде Рассказывает Эмберспирит Соло Серьезно? Просто пошел И убил Эмберспирит И ремант Стал суть Я На блинке Я задогнал Его И смол Не забрал Башню сил Света На нижней линии Атакуют Силы света Укрепили Свои сооружения Пожалуй Такому Эмберспирит Не поможет Не помогут Титровела Плавский Какой-то У нас получается Что-то Элемент Прогемик Совсем Не кажется И сами Демонстрируют Но это Делают Правильно То есть На них Есть Тайгинс У них Некрономиконы У них Бестмахер Спасивка У них Своего Тем более Что противник Вообще Никого Сопротивления Не оказывает Подали Спокойно Снизу Титер 2 Также Можно На медуза Брать Можно Прогангать Заодно Кстати Говоря Кого-нибудь Пошли Девса Убивать Глобал Глобал Девса И можно Убивать Да Убивают Девса Главное Теперь Труды В пути Праймал Роллитается На Кингера Кингер Минус Эмбер Уходит Погоня Пошла За Гимниаталом И Хорошие Айшарсы Да Ультимейт Банши Конечно Чрезвычайно Аффективен Когда Драка Вот так Растягивается Просто Что С ним Делать Сейчас Непонятно Чет Летает Вокруг Да Тяжелый Спел Что Не Говори Вот Как Ее Не Меняли Но Ультимейт У нее Остался Одним Из Самых Сложных Применимых Ну В некоторых Ситуациях Он Слишком Применяется Ты Просто Жмешь Кнопку И Ломаешь Все Но В такой Ситуации Когда Тебе Нужно Как То Мансить Его Не Примените Вообще Ну Или Дан Купил Себе Тревела Да В 18 Минута Тревел Бут Имеются Ну Часто Должен Начать По идее Фармить Если Его Не Будут Конечно Убивать Скорее Всего Его Будут Пытаться Там Потому Что Бестмастер Уже Блинк Есть Подозрение Что Его Будут Игнорировать И Это Самое Лучшее Решение Будет Для ЛЦ Просто Игнорировать Можно Эмбер Спирита Потому Что Он Ничего Не Делает А Собираться Ломать Тир 2 На Топе И Заходить На Хайграунд Все Что Нужно Сделать ЛЦ Ну Да И Это Такой Вариант Пушить Быстрее Чем Тебя Пушит Эмбер Спирит Тоже Хороший Вариант Башню Сил Уходит У него Кулдаун 18 Секунд И Вся Команда Элемент Возвращается Как будто Они Знаешь Как будто Они Сами Шли Гангать Эмбера И он Ушел Куда Что Ну Далеко Конечно Не нужно Так Идти Далеко Элемент Про Гейминг Нужно Играть Им Аккуратнее Сверху Эмбер Спирит Выжил Замечательно Теперь Пушит Снизу Бестмастер С блинком Сейчас Он Будет Сейчас Если Подставить Семь Раун Это Будет Минус Да Все Минус Вся Мана Стики И Не Распел Ничего Сделать Это Мой Увел Что Покупается Травлант На 18 Игра Заканчивается Сразу У него Было 10 Стиков По 15 Да Ему Нужен Грейджи Стик Потому Что 150 Маны А Перейти Временно Сил Сил 150 Маны Кстати Говоря Он Мог Успеть Это Прям В ту Секунду Она Был Матер Вис Плетит За Бестмастером Пошли Вместе С Бан Шой За Сиф Хой Или Бестмастера Хорошо Один В один Размен Так Еще Зев Зачем То Вниз Перетянулся Да Ну Зев Сильно Пушить Не Поможет Но Он Помог Немножко Драться Судя По Всему Решают Просто Отжать Вышку И Отойти Терекли Вновь Одного Который Почему То Был Не Скорреть Просто Сейчас Убив Эмбер Спирита Они Могать Пятером Вполне Подниматься На Хай Граунд У них Для Этого Было Все Сейчас Немножко Времени Выигрывается Снова Для Элементцев У них Есть Возможность Опять же Фармить Чуть Пока Что Эмбер Спирит Или Данная Это Самая Худшая Что Видел Практически На самом Деле Есть Десять Моментов Где Ему Могло Чуть Повести Или Чуть Не Повести Ему Прямо Худшие Варианты Выпадают В частности Сейчас Он Нажимает Стик И Не Успевает Сразу Успевает Выжечь Ману Когда Стоит Один На Один Эмбер Спирит Против Зевса Зевс Убивает Эмбер Спирита Тоже Прямо К нему Идет Вингай Я чувствую Что Нет Хорошо Вот Сейчас Получилось Так Как Нужно И Пошел На Топ Ну Это Да Эта Игра Сейчас Начнется Просто Беготня Бесконечная Эмбер Спирита Потому Что Ничего Другого Ему Не Остается Зато Он Сможет Нафармить Себе БФ Если Продолжит В таком Же Духе И Не Будет Умирать Выходит Пытается Ловить Тамбер Спирит Вообще По-моему Бесполезное Занятие Опять же Друг от друга Они далековато Находятся Разбретаются Куда-то Пешки делают Ну Я их понимаю То Что Они За счет Своих Артефактов Хотят Соберен Мои Глокейт Куда ты Пошли Без Саленсера Даже Без Байбет Кингер Зачем Кингер Вовремя Понял Что Не нужно Никого С собой Брать Да Феричный Выход От скрина Получился Конечно Под Прям Под Вот этим Соколом На Бестмастера Куда-то Вообще Непонятно Куда Ну Баньшай Сейчас Надо Сплетить На самом Деле Я бы Даже Ультимейт Не оставлял На финальную Драку Какую-то Потому Что С ним Так Неудобно Драться В защите Чтоб Лучше Как-то Снести Вышку И попытаться За счет Вот Этих 200 Голды Купить Пару Танго Это Будет Полезней Ты про Распрофер Да Но Тяжело Ей Ультимейт Свой Использовать Когда Ее Штурмуют Волной Откидываться Да Очень Круто А С остальным Нет Так Эмбер Спирит Что-то Себе взял Ага Клеймер Круто 600 Монет Сверху Да Но Тут Еще Долго Можно Пока Не смотреть Особо Посмотрим На других Героев Другие герои Хотя он мог бы топорик Да Чтоб быстрее фармить Да Мог бы Но крипов пропускают Не всех выбивают Я думаю Что он мог бы В принципе И не пропускать Крипов Даже без топорика Но Что-то Вот Какая-то Немножко Какая-то Дизмораль Я не знаю Как это назвать Говорит Ой Все От Эмбер Спирита Так У нас там Стаки Фармятся Герокоптером Есть у него Огархот Ну Возможно Хочет спирал Выйти БКБ Прежде чем Какие-то там Заходы делать Есть очень много Артефактов Хороших У бестмастера Травела все Стали себе Приобретать Узивса Мы видим У кевки На бестмастере Имеется Знаешь Вот Забавно Просто Последить за Передвижениями Команды Элемент Про гейминг В этой игре Просто вот Взять И нарисовать Схему Как они Передвигались Получится Вот как-то Что-то из серии Вот таких Вот каких-то Передвижений И все И Больше никуда Не выходит Опять выходит На топ Аккуратненько Ильдан Подпушивает За ним Его команда Но Не Всеми Силами Висп В любой момент Принесет Баншу Да Эмбирспирита Здесь уже нет Но он готов Вернуться У него Через 17 секунд Отказ Летают на Зевса Пошел Глобал Очень ранний Глобал Слишком ранний Глобал И крест Сейчас успеет Дать Хотя еще Один сайланс Вбивает Кинуть Банша Вот это Уже Очень хорошо Разрывают Виспла Ну как же больно Дамажит Банша Поднимает Себя В итоге Бестмастер Бестмастер Ладно Подклини Подхила Пивера Остолетов Живых А Беспрофит Погибла Чиста Ильдан Вернулся Пешком Пешком Что там У нас Креплочком Все время Когда шла драка Ильдан Ничего не фармил Он просто Бежал пешком На топ Тоже не очень хорошо Если бы он Стоял приезжать Во время драки Было бы неплохо Я стреп забит Хорошо Пишет Еще дальше Да Я вот что хочу сказать Что ЛЦ На самом деле Ну как-то Многое В этой игре Позволяет противнику То инициатива С теми артефактами Которые у них были Они вполне могли Сказать Ну да Они очень много Позволяют Они уже По идее Могли бы гораздо Большего добиться В этой игре И больше раз Убить Либо Эмбера Но он действует В принципе Читаемо Он Не такой Эмбер Которого тяжело поймать Он реально каждый раз Идет на топ До конца Его никто не прикрывает Он идет вниз Потом Опять идет на топ Сейчас просто бежал Через лес Очень неаккуратно И Или Как вот ты все время Говоришь Вот этот вот вариант Или сделать Вот как раз таки Такой вариант Просто пойти уже И начать ломать Потому что Спамить довольно тяжело Только Банша Может спамить Ну и Тусик немножко Ну да Я понимаю конечно ЛЦ Что им хочется купить себе БКБ И Меканзмена Можно было без этого Обойтись Но они хотят Рошана Мне кажется Ну нет Они да То есть они формят себе Артефакты И БКБ И вот Мека появилась У Дазла Это все типа Помогает пушить Но можно было И без этого пробовать Потому что Дождутся того момента Когда Эмберспирит Купит себе БФ Кристалис И уже будет намного сложнее Даже с вашими Меканзмем И БКБ Потому что Эмбер Уже тоже может помогать Отспамливаться Без профи Вести с ней Ну ладно Таким рожан заходит Тут сейчас они возьмут Танеки Субе Меканзмем Вызванный Кевкой Блатный Петчерк С ним Башню силы Справлять Задачу Поставленный Что касается БКБ Кирокус Он Купил Как раз Сильный БКБ Силами Тьмы Перед тем временем Купил себе Клейбор Точнее Бруссворд Так так И топорик Так 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 И остается ему Всего ничего До БФа Персивернс Финишная прямая Кстати у того Эмбера У которого все было Очень плохо Он уже имел На этой стадии БФ БТшкой со своей Это с того матча Да Здесь БФ еще нет Ну вот Кстати говоря Элидан Такую штуку делает Очень неплохо Минус пачка крипов За ним возвращаются Но его здесь уже нет Он просто уходит домой Красавчик Оттянул пуш То что и требовалось Его команде Сверху Зевс у нас Тоже пытается Оттолкнуть линию Ну и теперь нужно Ильдану фармить дальше У него сейчас есть время Для того чтобы почти БФ зафармить А может быть даже БФ И с этим БФом Пытаться отбиваться Все таки на рампу Здесь проблема Команды ЛЦ в том что Рампу бить У них может Не так много чего У них есть Гирокоптер У них есть Бестмастер с Некрачами Так этого вполне хватает У вас есть Энербист Некрономикон Есть 2 кабанчика Одна дорога есть Это на верхнюю линию Где абсолютно никого нет И он идет туда Хорошо получилось Да с БФом Он бы конечно Гораздо бодрее Тут все защищал Праймал Рор Сайлендера подцепили С раскатом девца И с темпом Гайбэк Ну вот он Все Прям ковровая дорожка Выстилается на заход По нижнему лейну И Лидана нет И Лидана нет Ничего нет Заходите Заходите Некрономикончики готовы Надо же спамить Надо начинать спамить Прям жестко спамить А вот пошел Ульдазла на своих Заходят Некрачи Пошел протификацион Сразу же Как же больно Бьют Некрачи И Лидан вернулся домой Мощный сил света На нижней лейне Атакует 20 секунд Еще нужно протерпеть Элемент с прогейминг Тут тир-3 минимум Забирают ЛЦ Еще можно рейнджевой барак Забрать за эти 10 секунд Попытаться быстро Навалить и отойти Это будет самое халявное Суспам Пошли Саленкерють еще нет Драк уже начинается Колдаун Ой, как красиво Виску увозит В итоге эту Банчу Банчу сейчас нужно вернуться Забирают лишний барак И Лидан Неплохо Двоих связал Хорошо застанел Пошел глобал Но уже расстреляли Несчастного бедного Тускара Понят Банча Из кого-то хп Идет дальше Догоняет Гирыча Гисты очень-очень болезненно Залетают Елопи минус Но это только Егис Однако сейчас не будет БКБ Сейчас просто его можно здесь Спокойно разрывать Да, пошел на него Третий спелл Сайлансера Быстренько его минусуют Зачем-то подошел Дазл Еще и помочь Вместо этого Умирает также Дазл Зевс уже погиб Зевса как раз-таки Деспрофит уничтожила И в итоге минус 3 Потерян, конечно, Миличный барак Это много Но у Эмбера появляется БФ-700 монет сверху Минус 3 Тусик потерял не так много Зато как же много Приобрела Банча Красивую комбинацию Они сделали С Релокейтом и Юлом Да, но они таким образом Немножко выиграли время Чтобы Сайлансер появился Ну, Глобал, конечно, был потратен Вообще никак То есть ужасно Но, тем не менее Удалось погнаться за ЛЦ И в итоге поубивать Ваши силы тима на нижней линии А так он денег заработал Да, наконец-то Или дан Там уже прямо Существенно Хотя бы отличие Есть между тем Что он раньше Наносил в драке И сейчас Хотя бы Теперь есть Какой-то дэмэдж Да, ну и еще Тир-1 Так же Купе Будут забирать Ваши силы тима на нижней линии Разрушены Ну, 15 тысяч по-прежнему Проигрывают И опять же Нижняя линия Вот эта вот потеряная Это тоже все-таки плохо Ну, это определенный знак Для Леменс Про Гейминг Что им ошибаться Больше нельзя Леменс Про Гейминг Выходит Бестмастер на топ Пытался Ледана подцепить Но Ледан тут же После того, как отпушил Одну пачку убрал Крепов Тут же возвращается вниз В этот момент Все в смоках бегут Я не совсем понял Зачем смоки прожали Видимо, элементы Тоже не совсем поняли Потому что никуда В этих смоках не побежали Остались, собственно Лису фармить Да и бежать В принципе было некуда Тут все заняли Супер-дефенсную позицию Вот интересно ЛЦ сейчас пойдут Сразу еще подниматься На другую сторону Или будут опять взять Рошана Ну, посмотрим А ты отмечал Грейвзы на Даззле? Да Но он только собрал Только-только Да Вот это очень крутое решение Потому что сейчас Ему глобал уже не страшен И ему нужно будет Класть как-то второй Сайланс А положить как бы Второй Сайланс Так быстро После первого Чтобы он не дал Грейв Практично Он ошибается, Алидан Там есть подозрение Что он ошибается Нет, потому что он Илидан И начинает походить На Эмбер Спирита Который должен быть Эмбер Спиритом Таким, какой он есть А не таким, какой он был Первые 20 минут игры Даже 25, наверное Очень сейчас хорошо Дважды ворвался На верхнюю линию И подвесил Бестмастера Не дал ему разлютиться Там пока что работает Ну, по-моему, того, что Сейчас с Грейвзами Будет скидывать Глобал С себя Сайланс Точнее, Даззл Это хорошо, раз Есть бокобой Герокоптер Тоже скидывает С себя Глобал Т2 И там, судя по всему У Бестмастера появляется Будет еще так же И Лотусорб Который тоже будет Помогать В этом плане Скидывает Глобал Т2 А, нет Он рефрешер Если покупает Он хочет два Утимейта выдавать Интересное решение Да Ну, можно вообще Не дать ни одного Если за Глобал погибнуть Ну, то такое Решил, что Решил, что лучше два Я согласен Что лучше бы Какой-то Лотусорб Чтобы дать хотя бы один Потому что у них ситуация такая Что Дать один Хватит с головой Не дать два Провал Ага Ну, рискованно Очень рискованный пинг У меня в него выходит Очередные стаки от Джелопи Которые там делают По-моему, еще Крипмага постоянно Выфармливают И теперь уже будут Непосредственно Артефакт на урон Потому что На выживаемость На статы уже хватает Ну, я думаю Стандартный МКБ Будет здесь неплохо Смотреться Интересно, что делает Элидан Сделает ли он Скорее всего Конечно, линки Потому что Кроме ульта Беста Ему здесь Так много Не так много Спулов Которые Можно бояться Можно, конечно Эту линку Будет сбить Но Вряд ли Это второй БФ Здесь, конечно Есть сумоны Но их не так много Чтобы собирать Второй БФ По-моему Всегда лучше Купить один кристалли Сместо второго БФ Вот Я уже очень давно Не видел второго БФ Есть какие-то ситуации В которых Прям какая-то Супер нереальная Пачка И второй БФ Но я опять же Соглашусь Что, наверное, лучше Сначала кристалли А потом второй БФ По необходимости Ну, скорее всего Это все-таки Будет линкен сфера Для того, чтобы Его просто Не могли Затупить Это да Но при этом Отпушивает он По-прежнему Не так хорошо Как хотелось Ну, дэмэджи мало Дэмэджи маловато пока Ну, линка Даст ему немножко Крипы-то Особо сильнее Не становятся С минутами Ну, они чуть-чуть Совсем растут И То, что даст ему Линка Еще пару лвелов Хорошо В любом случае Лидан чувствует ситуацию В том плане Что противник не давит Противник не пытается Выиграть сразу Он аккуратничает Чтет Рошанов И так далее Вот, поэтому Есть возможность Линку себе собрать В последствии Купить себе Может быть и Блинк Даггер И потом уже Дэдал Все проще Древний Фотер О, еей Сцепили Смотрите И пошел релокейт Саленс Праймал Рор Теперь глобал пошел Винга падает Размена Кингера Так И вот теперь Генерала никто Увести не может Байбэк И генерала будут ловить Генерал, беги Никто никогда не бегал Эммерт понятное дело Уйдет Ну вроде бы Погоня продолжается Конечно Но на безопасной Дистанции Находится Деспрофит Она очень быстрая За ней долгая Ракета будет лететь Очень долго Хотя вот Зевс Настигает потихоньку Нужно сейчас Хороший Айшарс поставить Смотри что делает Бестмастер На рефреш И прилетел на Трубалах Красавчик зацепил Тускара Минус еще и ультимейтов На Зевса Помог Продолжает дальше Движение В сторону генерала Посмотри что творит Зевс Почти убил Почти ведь убил Еще молниат 40 кп И нечем добить Не восстановится Сейчас очень много Хитпоинтов Конечно Баньша там Да Вот они прилетают Духи постепенно Просто уходят на фонтан Рефрешер неплохо Использовал Бестмастер Рефрешнул себе И Трэвела И ульты И сделал еще один фраг Но Размен венги На двух суппортов В итоге Получился Не так крут Хотя Очень круто получилось То что Именно загнали на базу Это вот Пожалуй Самое ценное Загнали на базу Еще и загнали Без огромной части Силы света Укрепили свои сооружения Ну уже да Приходится езать глиф Откидывается Кривс вором На нас генерал Но Банчик застарит И нарезает Трэв 3 Это же неприятно Зевс там тоже Раскастовывается Не жили в Трэвце Отбились Ну тяжело Уже Эмберос БФ Вот эту баньшу Которая постоянно Кидает с пылы Скрин вообще Все это время Скрин Фармил мид Все это время Все это время 2,5 тысяч манин Фармила Он там нормально Нафармил Еще смотри Я сейчас еще руну Попробую взять А нет Там герой Там драка Посмотри Свапы После байбека Если что Так Вингу забирают Должны забирать Вингу Последняя тычка Минус винга Сверху подцепили Еще и дазла Дазла тоже Разрывает у нас Элидан Вот это Отличная ответка И сейчас Инициатива Опять у нас На стороне Команды Элемент Они еще Не будем забывать Что проигрывают 15 тысяч Поэтому Два саппорта Которых убили ЛЦ Практически ничего не дали А вот эти два саппорта Они дали довольно-таки Неплохое количество золота И что Эмбер у нас уже Должен быть практически С линкен сферой 3 тысячи Вот у него есть Да У него есть уже Ультимейт Орп И остается ему Буквально Всего ничего Начал с рецепта Судя по всему Так и есть Остается очень мало 300 монет остается Да Да Ну в общем Судя по всему ЛЦ будут ждать Появления следующего Рошана И мы собственно говоря Тоже этого ждем Октарин появляется У Баньши Очень полезный артефакт Мне кажется Здесь даже Из-за криптсварма Есть линза И октарин Это артефакт Который позволит Стоять ей максимально далеко И при этом Очень круто отпушивать С кулдауном 3.75 Закидывая волну На 300 урона Останавливается Конечно Очень жестко Ну хороший Айтем билд Безусловно И такая довольно Диспрофит Сложно пробивает И весьма Построкует Слышу Круто Так Ну По-прежнему Ждут ЛЦ Ждут этого самого Рошана Окей Ну Ребята конечно Немножечко Нечушают Игрустки Они пытаются Играть Под каким-то шаблоном Заливают катку Да Заливают катку К самим себе Практически выигранную Но по-прежнему Шансы У них еще остаются Тем более Что Забирать они будут Сыра Егис И Сюда Элемент спрогейминг Просто не полез Они просто Не успевают Уже готовы Кстати Варя Бобинай Тоже через Солбустер Что-то будет Интересно выходить Ну Бладстоун Думаю Может быть Акторин Да Вообще Если все Обычно Бладстоун Он как-то Слишком рано Купил Аганим По-моему Ну не то Что слишком рано Необычно рано Не было Бладстоуна Как раз таки Если бы у него Бладстоун Позволил ему Разогнаться Возможно И все остальные Артефакты у него Появились бы Быстрее Ну Здесь Да Сначала Бладстоун Потом Акторин Хотя Я не удивлюсь Если именно Он сейчас Купит Акторин А не Бладстоун Возможно Что так же Хорошо Пролетел Девка А его ждали Праймор Рефрешер Произал И есть Натал Распанч Но Девка Поднимается Ну это Такой себе Заход Платписмастера Очень-очень Плохие Травла Он заюзал Рефрешер Произал Все потерял И в итоге Ребята А я сейчас Реализовать И он полетел На скрина Он полетел На скрина Он хотел Его с двух Ультов Убить Он потратил Рефрешер А в итоге Скрин Сыграл Просто супер Круто Он всю игру Фармил Один Его не трогали Потому что Занимались Чем-то другим И первый раз Когда за последние 20 минут За ним вышли Он просто Стоял В окружении Четверых Тиммейтеров Там только Был Эмбер Спирит Рядом А остальные На ренкете Прилетели Да не делай в этом Ребята Из-за лона Конспирит Они не видят Противника Вообще Зачем идти Убивать Какого-то Сайленса Когда у вас Ира Игса О, Венга Сбивают Сбивают Венку Боже, как же Проседает Эмбер Спирит Просто уходит Отсюда Венга Оказалась Слишком плотная Гирокоптер Прожимает бабочку Догоняет Дес Профит Ну, как Бессмахера Нет, без там Да, без бесталей Глупо У него Слишком много Артефактов И ауры полезные Правда он Рефрешил Свой подачи Боже Или дан Или дан Просто уже Чувствует Что ничем Ему здесь Не убиваем Не убить Ну да Он даже если Собьют Линко Он увернется Отстану Венги Только если У него там Клавиатура Не сломается Бист Окей Сейчас может Пролететь на А, не может Не может Нет Все Все потратил Он потратил Травела Потратил Все Кулдаун Пока Ну не крымка Сейчас появится Ну кстати У него Против Кулдаун Прилетел Понятно Другие стороны Проблемы Но в принципе И не нужно Нужно Ломать Мисс Но Против Этой Больши Попробуй Этот Смит Ломай Некрати Уже Практически Мертвые Так Лисса Пока Еще Нет 15 Секунд И Терплита Падает И Наш Отервал Пол Лиц Убил Врача Но Минус Терри Какая Хорошая Игра Получается В плане Напряжения Ужасная Игра Просто Ужасная Торим Все-таки Покупает Девс Правильное Решение Тебе Уже Поздно Разгоняться С Блатстоуном А вот Акторин Как раз Таки Молнию С маленькими Кулдаунами 1.3 4.5 Много Демеджа У нас Уиледана Как Насчет Кристаллиса 1600 Близко Пока Не хватает Немножко Денега Нужно Пофармить Через Демнию Пропадет Аэгис Должны Собираться Вновь И покорять Медлинию Забирать Бараки Иначе Аэгис Пропадет И не удастся Подняться На ХГ Много Денег Есть Кирокоптера Пока Не возможно Что-либо Приобретать Потому что На Сатаник Не хватает А Слопов Больше Нет Что Себ Большая Интересно Купят У нее Есть Октарин У нее Есть Линза Может быть Какую-то Шиву То, что Позволь Опять раз Спамливаться И жить Подольше Очень Нравится Закуп Виспа Как раз Таки Его Пробивают Флэком И Баншу И всех Он Как раз Использует Меку Восстановить Себе ХП Какой-нибудь Банш Может Восстановить X2 За счет Тизера Хотел Конечно К этой минуте Увидеть Уже У Кенгара И Гардин Гривз Может денег Пока не хватает Скрин Залит Что-то А, он Иллюзии контролит Контролит Иллюзию На миде В итоге Бестмастер Прилетел Завязал Праймал Рор Зевс Завязал Ну почти Завязал Ультимейт Он Вовремя Остановился И скрин Опять Всех Развел Просто Скрин Всех Развел А сам Фармит На нижней Линии Это просто Какой-то Цирк Он Иллюзии Разводит Всю команду Чтобы она Пришла На мид А сам При этом Продолжает Фармить У него Сейчас Хекс Будет Скоро Вот так Вообще Не должно Быть По идее Я не знаю Почему Так происходит Потому что Сайленсер Фармит На легкой линии Ничего не могут Делать Команду Которая Есть Аегис Не поднимается На хай Граунд Постоянно Уходит Бестмастер Дает Прайм Уроры В никуда Изай Но по любому Только Скрин Мне кажется Мог Микрить Иллюзии Там Больше Чем Персонажем А персонажем При этом Еще Встать Да Видимо Мастерство Роуминга Он уже Постиг Достаточно И сейчас Мастерство Майнгеймс Постигает Майнгеймс Аегис Пропал Аегис Пропал Здесь уже Кристалис Появился У Эмбер Спирита Потихоньку Потихоньку Одевается Хотя Творство Все равно Слишком Маленький Гирокоптера Он не пробивает Единственное Что может Пробить Гирокоптера Это если Он останется Один И просто Его будут Все И баньша Сифонить И духами Своими Спилить Да Если так Игра продолжится Эмберспирит Покупает себе МКБ Дофармивает Дейдалус И гирокоптер Будет Очень 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 Страдать Там В прежнем Заходит на Хайграунд С БКБ Отхиливается Но Эмберспирит Держа дистанцию За счет Фестов Пробьет Рано или поздно Пробьет Есть Еол Потом Залетает Шередный Памельмиссл Так Вау Распанчет Свапы Ультимейт Иззевса Да Все мега Криво Ну То есть Ультимейт Иззевса Сейчас Просто Потратили Ни на что И сейчас Его спокойно Элемент Сотхилят Вместо Того Чтобы Вместе С бурстом Вписать И в итоге Что Элидан Нападает Еще раз Есть Праймал Рор Робисмастер Есть Рефрешер Некрономиконы А вот сейчас Нету Егиса И палки Вещей Не могут По идее В драке Можно двух Некрочей Вызвать Ну то есть Вызываешь Первых Ультишь Первый Умирает И сразу же Вызываешь Вторых И их уже Убивать Будет особо Нечем Акцент Все таки Делается На Праймал Рора Конечно Да Понятно Что Праймал Рор Это основное Эмберспирит Пошел вниз У него же Почти Доедалось С доедалось Он линию Эту будет Отпушивать Моментально Неплохо Пока справляется Ну опять же Вынуждает ЛЦ За ним Побегает ЛЦ Конечно же За ним Бегают И пытаются Поймать Сейчас Зачем Ему сбивать Линку Думает Бист Пока он Будет Сбивать Первым Ультимейтом Уже Успеет Ильдан Среагировать Я на месте Ильдана Подождал Первый Ультимейт Ушел Разводить Это такое Ильдан Ухватит И так Ну все Он просто ушел Да Понимаешь Что Здесь Может Прыгнуть Какой-то Зевс Ну и Сбить Быстренько Тебе Линку Просто Максимально Сильно Оттянул Соперника И ушел И уже На миде Вот это Да Типичный Эмбер Спирит 2700 У него Кристалис Скоро Превратиться В Гридалус О Гирокоптер Силы тьмы Укрепили Свои сооружения Все, стянул сюда Бестмастера В очередной раз Бестмастер приходит Никого нет Брид Спирит Уже улетел на базу В этот момент Его команда Что стоит отметить Пропушивает верхнюю линию Потому что Если бы они стояли на месте Полку бы тоже Было довольно таки мало Ну а все В общем-то Инициативу Своих рук потеряли ЛЦ Уже минут 20 Наверное назад Ничего у них уже не получается Да они сами ничего не хотят Преимущество Огромное еще имеют Оно уже На 45-й минуте Башню силы тьмы на верхней линии 11 тысяч Они распредели между героями Единственное, что у Гирокопта На 4 тысячи плюс Да не, я бы сказал Что оно еще ощущается Но Они им еще и так Пользуются слабо Что Оно получается Что как будто бы и нету Просто там Ну вот Баньшасси Докупит сейчас артефакт И все Ну хорошо Возьми условно Рефрешер от Бестмастера Когда он был реализован Ни разу Он только хуже себя Этим рефрешером сделал Скрин покупает Линки Это интересно Вместо Хиггса Это второй слой Линки Второй слой Линки Да На Эмбер Возможно Возможно на еще кого-то Да на кого угодно Может быть на него самого Почему бы нет Почему бы и нет Ну такой Сайленсер Саппорт Который уже Ну он самый богатый Среди саппортов И при этом еще и Тусика Обгоняет А Тусик это Офленер Ну и сводит на нет Опять же Все возможности Бестмастера В плане инициации Ну вот не надо Не знаю Я горю очень жестко Я не хочу гореть В прямом эфире Потому что Ну можно было Не дожидаться Этих Линкин сфер Ну можно было Вот этого всего не сбежать Выложим для тех Кто премиум купит Горение адеквата в записи Башню силы тьмы На верхней линии Атакуют Плохая игра Это очень плохая игра Ну это Победители открытых Квалификаций вторых То есть команда Которая даже Ну первая не смогла Выиграть Смогла выиграть Вторые В принципе Сразу становится понятно Почему их не позвали Напрямую Почему они прошли открытые Нету какой-то уверенности И Много чего не хватает Хотя честно говоря И элемент тоже здесь То что они Исполнили в середине игры Из-за чего они В этой ситуации Сейчас-то они Да Сейчас-то они красавцы Они с такой задницей Выбираются Но как они в ней оказались Ну не Это делал их рук Это делал их рук Да Собственно Может быть даже чуть-чуть пика Потому что было ужасно Так Больша будет делать Шиву Четыре тысячи У нее остается Барабаны выкладывает Возможно даже продаст А может быть и Кирасу сделает А не Шиву Такое тоже не исключено Иридан ломает топ Да Он понял что А все Ловить его нечем Теперь он вполне себе Может такое позволить И пришел Запушил Ушел Пришел Запушил Ушел Башню сил тьмы На верхней линии Атакует Ну что ждем мы Следующего рошад Башню сил тьмы На верхней линии Разрушена Будет нужен Ну ладно Они дождутся Схараегис Дэбл дэмэйз Прям все Она вот уже близка К тому чтобы одеть Шиву Купила себе рецептик 2000 у нее остается А по-моему там уже есть мистик став Да это 2000 еще сверху Шива готова Собственно вот уже Сверху или дан Опять он на топе В этот момент ждут Когда появится рошан Рошана все нет Рошан появляется В самый последний момент То есть лц еще Невероятно не везет Только сейчас появляется рошан Все гирокопт Разбирает ДТ пошел На пару секунд позже Его обнаружили Не страшно В принципе Ни в коем случае Сейчас мне кажется Элемент не стоит Выходить Все таки Они проигрывают Очень много Не стоит об этом забывать И у них все время Линия пушится В таком же стиле Прост за счет Фортификейшена Кистов бесконечных Отбиваться Да все так В принципе ситуация Позволяет это сделать Они этим занимались Практически всю игру Отбивались Ну и вот Эмбер Сплитит Интересно Или да Не хочется попробовать Бабочку сделать На самом деле Вот нам Мне помню Статсмен Давал статус Что с бабочкой У Эмбера Нереально высокий Винрейт И в данной ситуации Ее бы Смало чем Пробивал Другой вопрос Туда Другой вопрос Демеджи Демеджи мало дает Никто его не бьет С руки Чтобы его не пробивать Типа Он дает Фисц Ну максимум Нужно ДПС С фисцов давать А это Дайдау Сарапиры Ильдан вернулся Боялся Идти дальше Хотя на самом деле Если бы он стоял Ломал То он до сих пор Мог бы стоять и ломать В итоге Зевс отпушивает топ Сейчас полетит на ДП Как это-то Ну сейчас я уже не уверен Что Зевс Смогу даже параки поломать Но слишком уж Отфармленные элементы стали Не знаю Что они как они этим Будут пользоваться Заходят на милишный барак Ну все Да Уже не могут Уже все Уже потерян момент Уже страшно Потому что могут убить Будут убивать Ильдан полетел Опять Увидел что здесь Зевс У него есть вард Сейчас просто Толкнет линию Вышка там кстати Уже нормально так горит Ушел моментально Казался на базе Так ставят Сходный миссл Есть еще глиф Скидывается Крипсформами ЛКП потерял Залетает Йоку Здесь бессмастер Залетел Ничего не сделал Дальше Хэлло Грейв Пошел глобал Теперь Заходит вперед Генерал Пробивают С руки Очень больно Залетает Йоку Дальше на Ну да Бессмастер Разрывают Венгу Разрывают Деспрофит Полный провал Идет вперед Пытается дозвол Байкар Всех обманул Почти Своровал гем И что дальше А дальше ничего Дальше все равно Он погибает Минус 3 Снизу тем временем Правда Почти упал На рейнджовый барак Но это не страшно Потому что в любом случае Милишного не было Забирают трех героев Отыгрывают Очень много золота И забирают еще и гем Ну да Тут все Сейчас просто Эта команда Команда развернется Больша Купит себе еще один Артефакт Они пойдут И просто в ответку Начнут ломать Потому что теперь Они уже ничего не боятся Самое забавное Что зачем-то Спасали Гирокоптера Гирокоптера так сильно спасали Что из-за него все сдохли А у него Аегис был Отвратительно Не знаю что добавить Очень сильно Это бисмайтер Который залетает на блинке Не дает ультимейт Стоит Смотрит на своего Гирокоптера И умирает вместе Он ничего не сделал Очень сильно боятся Это прям чувствуется Насколько ЛЦ боятся Выиграть эту игру Ну и в принципе Можно им уже Переставать бояться Потому что они уже Перестают ее выигрывать Они уже ее проиграли В общем да Ну камбэк он уже идет В общем-то Элеменс отыграли Очень много денег Сейчас Крафики обновятся Они даже наверное В ноль выйдут Ну и при всем при этом Теперь уже я думаю Элеменс про гейминг Выйдут гордо Из своей базы Начнут принимать бой Где-то уже На нейтральном территории Возможно на базе противника 5800 у Эмберспирита И это Фарабанед Роп Демнедж Ну что же Редан Давай рапирку Нормальную Добротную рапирку Самую Самую лучшую На свете рапирку Просто убить всех Так Елопе Заходит с Аегисом Именно ради этого Его спасали в прошлый раз Чтобы Аегис у него все еще был И можно было повторить атаку Но все спыла уже откатили Давным-давно Сверху Крипы Осаждают Тавр Да кстати Мог остаться там Подольше Еще немножко подбить Он же может прилететь туда Его слайд офис Конечно нужны На дефе Но по-моему Это спрофе пока справлялась А на топ Можно было уже Испушить в сторону Ладно Вот такой вариант Башни силы тьмы на верхней линии Атакуют На ботинках Заставлять ремонт Значит просто полетит на топ Надо заставлять противника возвращаться Все верно Все верно Лидан делает Кратко Крепомнисток появился Сразу же Испривает Тир-3 Башни силы тьмы на верхней линии Атакуют На поле Крепомнисток появился На поле Принимаются на хайграунд Забудки Отспарливаются Дистанции Или там уже здесь Желоб Потеряно Просто сифоном Больша уничтожает Да Тир-3 не снес Там Заюзали Фортификейшн Но теперь уже отходят Тир-3 Практически упадет Разрушен Барак Тива Пау Рыжевый Это не так сильно страшно Тут уже В принципе Смирились Давным-давно элемент с тем что они потеряли эту сторону 53 минуты эмбер спирит покупает мкб себе и теперь он будет пробивать уже и бабочку окей пусть так рапирка бабочки конечно ну ладно закидывать игру на захотел ну или да кстати играет супер аккуратно он бы мог но я думаю что он купил мкб потому что покупать час рапиру это терять часть ее кпд а вот если он после этого купит рапиру то уже она будет работать на полные ну и не пошел дальше дает по-прежнему иллюзию того что собираются давить сил цель завтра против и заходит на хайк раунд но перед пока это так себе конкретно каких-то заходов нашего цене видео я из меня не попытки хотя соедис мы теперь нужно уходить ну рашан появится довольно быстро кстати в этот раз буквально через 30 секунд после того как вот закончится вот этот второй таймер и первый таймер это очень быстро рашан но не знаю тут уже по моему не в рашанах части гирокоптер себе может смело покупать муншард вот он покупает себе мкб мкб да муншард уже тоже можно забирать видимо хотя нет еще у него нету демонеджа в любом случае там сим кусков было это очень много что касается команды элемент большая имеет 6000 не совсем понимаю почему она имеет 6000 и такие странные артефакты кажется стоит но по моему они уже поняли что им просто можно так вот сидеть отбиваться и они выиграют рано или поздно разбили смог по моему кстати говоря должны были видеть смог точно медовиде сейчас спокойно отходит по поводу по моему не самый классный это был который может его придумать в этой ситуации но у нее все есть того чтобы отспамливаться и дополнительный айтинг для этого плюс ко всему актерин который позволяет сокращать вот полтаум на использовании способностей и на сейф есть юлы различные да это согласен я немножко не о том я о том что у нее все это есть это все нужно но не есть и все 6000 и можно еще что-то докупить хотя бы там взамен на сапог травела плюс еще какой-то там бустер чего-нибудь там комплектом можно купить те то есть в этом плане я абсолютно согласен то что у нее вот в данной ситуации тембилд вообще наилучший линза плюс актерин это то что здесь нужно было ну и шива тоже хорошо зашла хотя шива по моему уже сильно не пригодилась она просто своей волной отспамила и в момент когда уже шива была там все было более-менее понятно лидан вот прям такого аккуратного лидана я еще не видел но надо ему только доиграть эту аккуратную доту угол не подставить зато можно вот наблюдать за тем как эмбер спирит карточна отбивает линии постоянно уходит и один раз он только допускает ошибку остается без байбэк игра проекта на такое тоже на всплывался довольно час вот денег очень много это с профита эмбер спирита ставится деньги на байбэк безусловно рапира в принципе возможно может быть впоследствии появится да раньше можно было бы взять эбисол но сейчас с этого патча он дает действительно не 100 дэмэджа 70 и стал не так эффективно все-таки срезали всем вообще артефактам срезали дэмэдж насколько я понимаю кроме дэйдауса и из-за этого гораздо хуже стали они вот именно в статичном таком использовании поэтому рапира стала еще выгоднее именно когда тебе нужен просто урон альтернатив про практически нет да и даже раньше не было может 330 это как много по-прежнему на базе зажаты у нас элемент по-прежнему они не могут никуда выйти эмбер спирит он нормально кстати говоря он думает уже от жилы не помню санта сам походит пол раз панча и сшива колдаун развороте линка бессит на генерале заходит на территорию санта на джеку спирит раз каста дзевса это минус виспе есть байбэк конечно генерал нужно спасать баньшу срочно баньше плохо висп если умрет баньша это провал баньша умирает она может выкупиться но не будет у нее ультимейта в этот момент генбернатор пытаюсь пробить тех куда немножко не получилось опять же писает офис есть миша пытается или да вместе с юг у 3 пп уже провязали на спрограмм гадать больше нельзя кирокоптер убивается кискрин опять уже без байбэк 83 секунды падают бараки как они это сделали знатно залили виспе не знаю что он так долго не байбэкался он мог успеть спасти баньшу но вместо этого он подождал если бы не рефрешен баньши который она успела себе купить это был бы конец но с рефрешером у нее сейчас ультимейт она еще некоторое время все-таки поживет я имею ввиду живет конечно команда элемент что-то страшное происходит в этой карте страшная необъяснимая заказочная ну очень-очень хорошо вошли lc в драку немножко поспешили здесь или меня то почему элемент сошли в эту драку когда они находились где свои базы вот что непонятно поломают барак это минус вторая страна уже но битый гирокоптер его могут разобрать однако гирокоптер дают грейв кроев это них через пять секунд а и пока бы тоже будет сможет отхилить его и вернут рапира рапира эмбер спирита пара у ее генерала нужно спасать висп спасает спасает есть там пол пошел на вот здесь просто пойдет а йогу никто не спасает минус перетели слайд офис от эмбер спирита без пока как пиропера пиропера появится но вперед давай или там пара колба уши генерала не касается уже потеряли победу пара хим на паре минус то он вернулся о хорошие писты ой хорошие жесты нужно как-то допить поднять там рапира уже естественно но добить добить добили вингу хорошо дальше очень закрывая елки прожал бкб гембер спириту дальше я за два тысячи полторы тысячи критвы дальше ну нет пошел искать по лесам никого здесь лесах нет сейчас увидит гирокоптер на сатанике отхиливается но за ним уже не успеет скорее всего бежит сюда и баньша ну что с рапирой все резко изменилось или дам буквально там за 2 фиста 7000 рона нанес это здорово то но потеряли две стороны плюс а на топе остались голые бараки то есть вот тот закидонт элемент про гейминг они чуть из него не проиграли они потеряли кучу байбеков как же они сейчас проиграли по золоту с 5000 до 20 практически и по xp 15000 тоже проигрывают жесть не игра чудо какое-то и что покупает себе гирокоптер это купил дэмонедж продал купил гиперстан все-таки нет 10 на 9000 голды если что артефакты может покупать продавать покупать продавать бесконечно но ему маншард надо съедать и не знаю чего он хочет но кирас хочет собрать чтобы типа побольше резиста было от урона физического а против большей кстати очень крутой выбор будет если такие раз и вообще броню на своих тиммейтов чтобы не так больно слайд офисы залетали так что тут тоже хорошо вроде бы все просто контроль эмбер спирит прежним остается открытым ловить его тяжело на эмбер спирита входит обратно но валяется его аквила можно было бы продать у него кстати говоря 5000 золота поэтому ну еще немного и он может этой рапира не так сильно дорожить купить себе еще одну положительно фонтан все равно гирокоптер убрать некуда но он фул да осталось только опять же тот самый маншард есть остальное вроде как все и нужно но возможно наверно кирасу мог бы собрать какой-то бест мастер и и вот кираса может быть заменена на что-то другое лишь мы шар что он его не ест 6000 у него избыток 4700 золото убивает рошана но а егип нужно будет дать кому-то другому без мастер подозреваю или зевс потому что тут у всех артфак поселить масштаб и видим я купил себе поезд в том что мы будем собирать ну вот мы увидим здесь baby night я думаю тесну не собирать кепка но с рефрешером это лучший выбор и плюс когда нужен контроль ты прыгаешь вот хекс появляется у зевса это 2 хикса от ну что у него рефрешер если хекс появится у беста это еще 2 хикса еще 2 рора контроля будет очень много или да ну там придется что-то невероятное показывать не знаю как он с этим справится может быть даже продавать то нечего все нужное но возможно в данной ситуации стоит как-то продать линку и купить себе блин потому что линка тебя уже не спасает там два хикса и тебя все равно захекся я бы даже наверно ставил и линку и купил бы блин вместо чего-то вместо траволов каких-то да нет ну дэмэджа мало ну играть совсем без линки тоже нельзя ну то есть вообще как бы да нет можно ну и я думаю что вряд ли она ему поможет здесь хиксы 2 хикса ему зарядит моментально он даже не успеет ничего сделать есть там еще линка одна не забывай скорее лодос у него справит у кого там еще да вот скорее полезнее был бы какой-то лотус орб который бы этих иксы снимал то есть как только они кастуются сразу лотус ты но лотусов пока что нету и тут по топу по топу идут сыр аегис есть но опять же эгиса только лишь у венжи фул спирита удастла это сыр у кор героев соответственно преимущество рошанских кита плюшек нет но знаю что голые бараки стоят и хочется хочется и колется колется эмбер спиритом потому что тот сайт оффлит джо-магитанты выдает счищены периодически какого-то мы видим не так хорошо подбирает а гирокоптер сьет умуншарт у него есть на байбэк плюс он может вернуться в драку если остались старые травы вылавлять это еще ну можно да так заходит крипов нету но бараки начинают очень сильно проседать начинает на сутки страниц его парадор пошли пошли в драку очень больно пробивает отлично закидывает с агонимом там сатаник сатаник бкб и отхиливается гирокоптер на фул столбик восстановился и отходит глобал был потрачен салентером что дальше не совсем понял как так гирокоптер отбросил но дальше нужно продолжать здесь драться аккуратно размансовывать генерал поглощает часть дэмэджа кингера не отдавать кингер отдали с байбэка без байбэка кингер это проблему 1 минус венга еще один раз козерта и подлобили эмбер спирита поддался из группы они тоже играют good game well played все-таки слишком большое преимущество было да я там и не увидел где его подловили но ведь мастер забрался где-то сбоку но то там в недрах уже возле трона победили но в любом случае даже если бы не продавили не подловили эмбер спирита все равно бы слишком большой массы сломали бараки очень тяжело было отбиваться от этого все да ну в той ситуации окей когда противник не делать ничего вам дарует время что по форме ламбер спирит вы играть также от эфа не долгое время этим пользовались они играли от эфа никуда не вылазили но тут почему-то они решили устроить файт не будучи вместе где-то там на выходе на верхней линии в итоге там проиграли практически все сразу потому что по надавались вам противник даровал камбэк они долго держались минут 20 отбивались фармили артефакты у эмбера там всех все было хорошо одна драка игру все-таки проиграли